всем здравствуйте да а кто будет смотреть в ю тубе если она попадет в youtube все это не пугайтесь в наушниках это лекция для кафедры svk сдвоенная про сеть в линокс соответственно она происходит в зуме я в наушниках слушаю зум ну а параллельно идет запись я надеюсь что она получится вот ну не получится значит не судьба вот всем присутствующим тоже здрасте я наверное практически сразу переключить трансляцию экрана потому что у нас довольно много о чем поговорить и времени в общем маловато будет что у нас будет сейчас происходить где-то тут у нас было вот у нас будет сейчас происходить очередная лекция из серии запихни один семестр в одну пару на этот раз формате запихни два семестра в две пары на вот точнее сказать я было думал так сделать но видимо один из этих семестров я запихивать не буду дело в том что у меня проходит два спецкурса один называется сетевые протоколы в линукс а другой называется между сетевой экране в юнис вот кажется они были позже в серии лекций которые называются сетевой протоколу в линукс мы смотрим бегаем бегаем снизу вверх под спеопе по степку протоколов и смотрим какая поддержка соответственно есть в линуксе на этот счет вот а по миссис его экрана мы смотрим как осуществлены софтуарная миссис его экрана на всяких свободных платформах типа unix ну смысле фрибизди там и всех систем гнезда безе и linux вот соответственно от мысли запихать эти два семестра в четыре часа я отказался напрочь вот поэтому мы с вами сосредоточимся на таком эфемерном понятии маршрутизатор вот или роутер не знаю как правильно в том смысле что мы скорее всего почти не будем залезать в межсетевые экраны и в логику их работы то есть мы просто не успеем при этом на самом деле если придерживаться того определения который мы тут дмитрий юрьевич мы обсуждали что этот ваш роутер это такой инструмент для перенаправления обработки и фильтрации трафика да то скорее всего это это же определение попадает под название межсетевой экрана дело только в ну том какое количество логик на это все валится и на каких уровнях все это происходит хотя межсетевой экран тоже будет на бумагу вот поэтому я решил что мы делать так не возьмем а мы наверное поступим по-другому мы сейчас попробуем просто на пальцах посмотреть как происходит обработка трафика на как минимум двух уровнях на ip и на предыдущем на l2 и на l3 на интерфейсном и на сетевом в линуксе вот и попробуем потыкать в это пальцами и в этом собственно будет бонус того чем будем делать я тут наплодил немножечко виртуал очек под эту задачу и начнем мы с конца начнем из сервера чтобы было понятно это площадка вся работает показывать сразу работающий макет из 12 что ли машин совершенно бессмысленно потому что будет непонятно я буду стараться в течение нашего разговора их эти машины изобретать как бы с нуля вот но буду все время подглядывать шпаргалки вот в готовые варианты потому что иначе мы с вами завязнем я могу где-нибудь начать тупить вот это все такие вот пред предуведомления значит используются у меня в качестве стенда для площадок virtual box просто потому что там очень быстро такие штуки делаются вот я даже отказался от виртменеджера в пользу виртуал бокса на время этой лекции вот ну и начинаем мы сервера сервер содержит два сетевых интерфейса один будет смотреть наружу в интернет в терминах виртуал бокса это сеть под названием над другой будет смотреть внутрь и к нему будем привязывать всякие наши машины которые будут там работать он называется изолейтед вот и с точки зрения виртуал бокса вот эта штука действительно имеет соединение с интернетом на каком основании я говорить сейчас не буду может быть в конце скажу если хватит времени а вот эта штука изолейтед сеть вообще внутренне то есть это просто считайте сетевой кабель вотнутый в какую-то значит аппаратный свитч вот к которому можно под подсоединить еще немножко компьютеров что мы собственно и сделаем вот мы включаем сервер пока он включается я довольно долго думал на базе чего моделировать все эти наши сетевые устройства то есть а чем пожертвовать пожертвовать легендой что linux это такая страшная штука где работа происходит только в командной строке с консолей больше никак и показывать вам такие голенькие системы вот в которых прямо из этой консоли я все сделаю или пожертвовать легендой что есть такие серверы есть такие значит эти самые есть такие рабочие станции и все это очень разные вещи за них надо по-разному платить вот это все вот я решил пожертвовать второй легендой как видите мы будем делать все наши сетевые устройства на базе одного единственного дистрибутива альтрабочая станция 9.1 со вполне себе графическим интерфейсом для пользователей со всеми делами просто управлять им будем изнутри значит вот у нас есть наш сервер он уже настроенный сейчас я прям покажу как именно он уже настроенный вот у него есть два сетевых интерфейса 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 это h0 это h1 интерфейс это h0 глядит наружу я узнаю адрес 10.02.15 это типичный внешний адрес для виртулбоксовых хостов не хостов а гестов наоборот а вот внутренний адрес я сам настроил этот адрес 10.20.31 внутренний интерфейс давайте мы сразу запустим остановим сеть на нем на этом сервере и попробуем настроить то же самое вручную как его фамилия нет вот вот видите у нас два сетевых интерфейса всего оба из них не настроены вот мы запускаем некоторый клиент который будет хотеть настроить сеть но он будет не мощно строить сеть потому что он подсоединен как видите только к сети под названием изолейтед а в данный момент эту сеть изолейтед кормит наш сервер на котором ничего нет с чем мы начнем 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 с настройки внешнего интерфейса тут нам ничего делать не надо надо сказать до cp cd то есть запустить демон который всосет настройки автоматически от нашего провайдера вот вот он это сделал то есть мы даже думать не будем на тему того как именно настраивать внешний интернет он настроился сам собою видите он сходил он поднял поднял нам интерфейс ну в общем все понял для того чтобы настроить внутренний клиент таким же образом нам нужно а настроить внешний интерфейс ну скажем вот так придать ему какой-то ip адрес да и еще нас включить демон настройки которые я настроил и поскольку это не тема нашего сегодняшнего занятия он будет работать сам собой значит для того чтобы повесить адрес на сетевой интерфейс надо сказать ip link что там set этаж 1 up в результате в результате он из положения с положения down пришел в положение up этот наш интерфейс ну и повесить на него адрес ip add что мы там хотим 10-20-30 кажется да 10-20-31 вот слэш-24 дев этаж-1 обратите внимание на этот слэш-24 я очень надеюсь что все понимают что это такое это сетевая маска поскольку сетевая маска растет слева направо в битах указывать все эти биты в виде 205-25-25 довольно неудобно особенно если она не кратно не кратно не кратно аксету и соответственно черт знает где кончается вот так вот 24 это 24 бита слева вот это те самые 25-25-25-25 вот значит что у нас дхцпд запущен вот это значит что вообще говоря сейчас наш простой клиент уже должен быть настроен давайте мы это сделаем проверим насколько он действительно настроен простой клиент простой клиент да ему приехал адрес 10-20-30-10 давайте попробуем подглядеть как это происходит заодно познакомимся с утилитой подглядывания она называется тспдамп вот ой он называется срв но это не срв это обман это на самом деле клиент я забыл его переименовать извините но будем смотреть что есть вот такой унылый бэкграунд это клиент а есть такой мятый то это первый сервис ну как это сделать а сказать вот здесь вот сказать тспдамп дамп минус и этаж 1 вот и посмотреть что происходит когда я здесь скажу систем ктл систем ктл рестарт нетворк да не месяц баса нетворк вот вот смотрите что произошло мы сейчас запрашиваем у ничего не произошло эй ты происходил же ну и а ну-ка слушайте ну хорошо нет давайте хотя бы проверим что пинг работает может это я торможу пинг 10 20 31 да вот пинг работает непонятно почему у меня ну вот дальше там всякие штуки происходят ну короче говоря настройка произошла сервер у нас серверит если мы сейчас зайдем куда-нибудь ну например всякий пинг сделаем пинг сделаем в то ничего работать не будет почему потому что настройка сети 2 интерфейсов на одном из которых у нас лежит наш клиент недостаточно для того чтобы все работало чего еще нужно нужно еще две настройки это все немножко идет в стороне от основной темы но мы про это должны знать чтобы потом не путаться две настройки следующего плана настройка первое состоит в том что мы они вообще говоря должны адрес вида 10 что-то там перекидывать в интерфейс в смысле 10 20 30 перекидывать в интерфейс 10 0 2 15 с какой вообще стати кто-то из интернета например ввру будет нам отвечать на наш пинг вот этот по адресу 10 20 31 ну все кто все кто изучал хотя бы немножко а теперь знает что 10 20 31 точнее 10 слэш 8 это диапазон приватных адресов которые в интернете существовать не должны поэтому первый же маршрутизатор увидят пакет с адресом 10 что-то там скажет не буду его дальше маршрутизировать ну в интернете потому что смысла в этом нету ну и самое главное обратно ответ на этот пинг не вернется что нужно для этого сделать для этого нужно включить трансляцию адресов чтобы при выходе из нашего интерфейса то есть на внешнем интерфейсе при выходе из него пакет с адресом 10 20 31 превращался в пакет такой же как на нашем внешнем интерфейсе с адресом 10 0 2 15 вот то что он тоже 10 означает что где-то там еще одна трансляция адресов включена но это не важно важно что за для адреса 10 0 2 15 интернет работает да ну значит и для нас будет работать как это делается это делается вот таким способом мы говорим вот что ребята все что у нас вылезает через интерфейс этаж 0 должно в нашем фаерволе я предупреждал что про фаервол мы сегодня говорить почти не узнал при уже выходе из интерфейса в самый последний момент после того как маршрутизация уже определена подменять с помощью трансляции адресов адрес с того который там был на внешний ну а когда все пойдет обратно подменять его обратно что я сделал не так а минус d я сказал конечно минус а вот добавить а это удалить это я просто результате моих экспериментов ну вот 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 теперь если мы сейчас подсыпи дампим внешний адрес то этот наш пинг будет через него пролезать вот это даже пойдет даже пойдет ответ причем обратите внимание что давайте мы сейчас сделаем минус n чтобы было это понятно обратите внимание что наш пинг который исходит от хаста под названием 10 20 30 10 на внешнем интерфейсе уже превращается в пинг который исходит от хаста 1 10 0 2 15 то же самое то же самое тот же самый трафик на внутреннем хасте да на внутреннем интерфейсе выглядит вот так видите вот это и есть трансляция адресов которые делают наш фэрволл и третье что надо было сделать но это в какой-то момент сделать автоматически это настроить name сервер чтобы у нас www превращалась в ip адрес вот такой да но эта настройка была уже сделана здесь так что как видите все работает вот простейший пример когда наша линукс машина одновременно работает маршрутизатором сейчас покажу как межсетевым экраном в котором включена еще и трансляция адресов но маршрутизатором она работает наша машина линуксовая очень простым способом ой не здесь вот очень простым способом банальная статическая таблица маршрутизации в которой есть три записи первая запись это направление по умолчанию вторая запись это локальная сеть которая лежит за интерфейсом этаж 0 третья запись это локальная сеть которая лежит за интерфейсом этаж 1 все соответственно ну а дальше вступают в силу правила статической маршрутизации которую я разумеется я уверен совершенно точно знаете потому что у вас уже были все эти сети вот значит чем больше сетевая маска тем точнее перенаправление тем приоритетнее соответственную штуку в таблице чем она меньше тем не точнее вот этот дефолт на самом деле это запись в таблице с сетевой маской 0 то есть какой бы ни был адрес он годится по этому направлению и вот эта вот машина будет маршрутизировать все что за нами мы же маршрутизируем все что лежат лежит за этим интерфейсом и за этим перекладывая их друг в друга вот и в частности когда к нам приезжает пакет от 10 20 30 10 мы его перекладываем в 10 0 2 0 потому что по умолчанию это так устроено ну и соответственно дальше обрабатываем его обрабатываем его межсетевым экраном чтобы происходило трансляция адресов а то никто там не вернет обратно этот пакет такие дела теперь мы временно значит да вот мы поговорили про все но мы не поговорили про то как именно происходит трансляция адресов и не поговорим иначе у нас времени не будет совсем вот поэтому давайте мы сейчас лучше сделаем другое давайте мы карту сети составлять будем а то мы запутаемся составлять карту сети значит она уже есть я где тут сейчас вот но она страшная и ужасная поэтому мы сейчас сделаем новую и будем потихонечку потихонечку ее добавлять туда значит смотрите вот у нас есть наш карт сети свежая в которой мы добавим что интернет и один сервер вот он значит наш сервер интернет о вставили наш межсетевой экран у него два интерфейса 0 и 1 этаж 0 и этаж 1 этаж 0 у нас везет в интернет этаж 1 у нас везет к клиенту вот клиент вот этот вот он и давайте еще о о о вот так сделаем нет даже не так а вот так вот вот ой что это было понятно вот значит так одна лишняя вот значит это что это у нас не существующая железка железный такой маленький хапчик или бриджик в общем штука которая означает что к этой сети залейтет мы можем подключить много машин они не просто связаны проводом вот я ее мог сделать тоже линуксом но вы бы совершенно задолпались поэтому я не буду делать ее линуксом будем считать что они все подключены к сети и залетят и это за нас делает virtualbox вот модель того что у нас сейчас происходит с нашей сетью теперь давайте сделаем вот что давайте мы забудем временно вообще про L3 то есть про IP и поговорим про перенаправление и работу с трафиком уровня L2 интерфейс то есть мы будем построим сейчас бридж да то есть мост сетевой который будет перебрасывать из одного интерфейса в другой фреймы Ethernet не глядя на TIP адреса и вообще на уровень выше не глядя совсем вот так это мы пока мост в сторону серверов вот этот мост в сторону серверов довольно сложная машинка но мы опять-таки постараемся его сейчас настроить настроить вручную сначала а потом если я где-то затуплю и это ручная настройка не совпадет ну тогда запустим его уже настроенный и он будет работать вот как видите все мои железяки в том числе и эта которая вообще не будет иметь ни одного айпишника потому что она мост вот им просто не нужен все мои железяки сделаны из одного и того же а десктопа просто вот ручонками поконфигурирует давайте здесь а в городе она работает ну и хорошо вот это вот в сторону серверов давайте мы сначала все выключим в нем потому что там сейчас конфигурация довольно страшненькая вот сразу покажу она вот такая вот поэтому сейчас делаем ну наоборот столкнику хорошо значит наш мост имеет три интерфейса в него вот и это сети залетят два которые мы сейчас трогать пока не будем это сети залетят та самая которая у нас в которой у нас сейчас сервер и межсетевой экран и это некий бэкбон такой общий провод по которому будут у нас все фреймы ходить вот и с той стороны они будут приниматься в принципе прямо сейчас я наверное могу прямо в эту сеть присобачить какой-нибудь компьютер мостом ну давайте прям мост этот скопируем вот он да тут видите два к две картинки но мы вторую картинку сейчас пока оставим в покое вот вот вторая картинку оставим в покое вот эту вот у нас есть мост этот мост этот мост вот вот изолайте тоже оставим в покое этот мост вот вот в сеть изолейтед вот сюда вот 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 такая картинка еще вот это тоже переключить вот сейчас я попробую сделать то чего я не делал в подготовке прямо на зад этого бэкбона повесить какой-нибудь клиент чтобы он сам и настроился потом как видите сеть все еще синенькая то есть это один и тот же эзернет то есть наша машина будет работать бриджом она будет перекладывать она будет перекладывать из вот этого интерфейса в этот прямо фреймы и например эта машина которая у нас есть она просто будет работать как если бы она была вводнута в общий эзернет пул ну собственно она так и будет в общий эзернет пул просто маша машина будет работать бриджом давайте мы тогда ее тоже заведем сюда это будет вот такая машина вот она и мы ее прямо воткнем в этот самый в этот самый мост вот это лишнее пока вот это лишнее прям сюда ее воткнем давайте запустим эту машину убедимся что пока мы не настроили мост она естественно нифига не работает так нам нужна машина которая вотнута в бэкбон такой машины у нас нету такой машины у нас нету у нас есть клиент который вотнут в изолейтед и у нас есть этот самый за мостом который вотнут в дип что будем делать давайте сделаем вот так вот сделаем клон из него полный клон вот потом его удалим этот клон вот и вот эту из в этом клоне скажем что сеть у него не zip а изолейтед изолейтед вот с этих пор этот наш наш клиент при запуске должен самонастроиться в случае если мы настроим наш бридж то есть наш наш сетевой мост пока мост не настроен эта сеть для него будет вот ой нет не залейтед я туплю 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 не изолейтед а бэкбон сейчас бэкбон давайте на картинку посмотрим бэкбон сеть бэкбон бэкбон вот пока он там грузится давайте мы поговорим немножко о том как это делается для того чтобы сбриджевать два два интерфейса нужно создать еще два или несколько интерфейсов нужно понимать что это такая пирамидка сверху на этой пирамидке находится один единственный сетевой интерфейс интерфейсного уровня на которую можно повесить ip адрес с которым можно работать и так далее и он привязан к нескольким двум или больше одному или больше интерфейсу снизу и вот которые являются поставщиками фреймов на этот самый бриджевой интерфейс а в самом бриджевом интерфейс как раз реализуется логика бриджевания логика перекладывания фреймов из вот видите он пытается настроить сеть и не может но ничего мы ему сейчас поможем хорошо что для этого нужно сделать для этого нужно завести бридж вот такого нету да что нету 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 хорошо это сервер первый айпи линк ад сейчас так как то нету смотри-ка действительно нету ну хорошо айпи линк ад ладно давайте попробуем ман или не ман сейчас секунду а почему нету должно было быть да понятно что-то что-то здесь не так здесь тоже не так ну ладно фиг с ним тогда тогда так айпи линк ад интерфейс но назовем его ну не знаю там глю нет ну да глю 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 нет бридж нет глю глю е вот он о есть утилита бридж которая этим управляет но она говорит что ничего пока не этот наш глю ни к чему не прилип его надо поднять он пока даун вот и в него надо добавить в него надо добавить интерфейс какой-нибудь ну скажем какой у нас интерфейс смотрит в изолейтед в бакбон у нас смотрит видимо видимо а мы хотим просто их оба оба туда сложить нам все равно хорошо сейчас секунду посмотрим документацию или посмотрим или задолбаешь документацию смотреть а вот мастер же господи прости прости вот мастер 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 слово мастер 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 сет ладно поехали дев Что там, этаж 1, мастер, глю. О, получилось. Ну, этаж 0 этаж. Смотрите, что мы сейчас сделали? Мы сейчас взяли и засунули в единый интерфейс сразу два интерфейса. И этаж 0, и этаж 1. Почему у него... А, слушайте, это я не там делаю. Я на сервер сделал, надо на бридже. Фу, сейчас. Понятно. Теперь понятно, почему в нем не было этого самого... Ща, извините. Теперь понятно, почему в нем не было... Почему в нем не было... команда чик в истории я не на том не на тот не на тот сервер подключился надо было подключиться на мост вот стороны серверов вот он и вот здесь все бы было а я тормоз и пилинг сейчас глюя вот видите вот вот тут все есть ну давайте повторить а пилинг от называется глюя type бридж type я сказал пожалуйста у нас теперь есть устройство которому сейчас забриджу им наш бакбон и наши за лейтед api link set и за лейтед мастер бридж то не брать него бридж люблю он называется глю и то же самое бакбон вот обратите внимание на то что никакого ip адреса у нас нету вообще ничего нету есть только есть только устройство под названием глю в которой засунуто в качестве сливов два устройства бакбона и залить поскольку это полноценный бридж с очень большим количеством поддержкой специфических для бриджа протоколов типа стп спанинг 3 и и всего остального топы даже по умолчанию мне кажется это будет работать то есть перекладывание фреймов из одного интерфейса в другой а будет работать даже просто если мы вручную этот бридж добавили давайте попробуем почитать что она пишет про бридж как видите овер овер дофига всяких опций окей а давайте проверим чем где у нас был клон за мостом клон за мостом давайте посмотрим у меня сильно подозрение что он уже там все настроил пока мы с вами разговаривали вот ну давайте это проверим нет не настроил так пока что я не вижу чтобы что-то работало давайте проверять нашу нашу картинку и так клон за мостом он у нас находится в сети backbone отлично чё-то он не хочет до мост в сторону серверов мост в сторону серверов находится в сети backbone изолит и еще и залоги да смотрите может быть там прыгающие интерфейсы были сейчас проверим и наконец на сервер я надеюсь что там все 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 хорошо все должно работать наш сервер работает находится в сети сервер где сервер вот сервер находится в сети изолей этот и внешняя сеть хорошо давайте смотреть что-то что-то не работает что-то не работает давайте смотреть что не работает давайте смотреть на каком интерфейсе вообще что происходит давайте под себя tcp dump backbone для начала минус и backbone девайс not up я тормоз, их надо было все поднять фу ты господи set сейчас up, да, отлично не надо было тупить backbone, up что там у нас изолейтед, up ну и глю тоже иначе они работать не будут, конечно во все равно не работает, хорошо пробуем посипедампить там у нас гуляет ipv6 походу, про ipv6 рассказывать не буду просто потому что это чуть сложнее времени у нас на это не хватит да все нормально же ну вот смотрите что при этом произошло давайте поглядим на картинку у нас есть межсетевой экран который раздает конфигурацию ту самую dhcp автоматическую настройку и вот есть клиент который мы в самом начале настроили который отлично эту настройку получает по вот этой сети синенькой в мост вопнуто два сетевых шнурка один ведет вот к этой синенькой сети другой ведет к машине который сейчас мы повесили прямо непосредственно на второй шнурок и тот факт что у нас эти два интерфейса backbone изолейтед забриджованы привел к тому что клиент который за мостом чувствует себя так как если бы он был подключен прямо к этому эзернету что собственно правда потому что мы сделали бридж как видите он прямо получил в том же пространстве имен в общем он ведет себя как если бы он находился в той же самой локалке что собственно есть правда для этого нам нужно было сделать что для этого нам нужно было объединить в бридж два сетевых интерфейса чтобы по протоколу который для сетевых мостов разработан происходило перекладывание всяких пакетиков из одного интерфейса в другой вот ну и собственно вот это было временно я не планировал делать такое сегодня вот но я решил что не помешает это показать вот это был простой вариант бриджа да значит вот эта машина нет ни одного айпишника обратите внимание если я сейчас например захочу настроить апишник то по хорошему надо использовать только бридж вот эти низовые интерфейсы которые забриджованы их использовать нельзя ну потому что они выполняют роль поставщиков иначе вы все запутаетесь вот а бридж можно я могу даже адрес получить если хотите хотя это и не нужно можно сказать вот так пожалуйста я получил от моего сервера адрес 29 который вообще-то он не нужен но пускай будет окей давайте уберем не надо не надо нам это всем хорошо значит хорошо убираем это безобразие потому что потому что на самом деле бэкбон это штука которая будет использоваться для того чтобы гонять по нему фреймы из двух различных эзернетов двух различных эзернетов и вот как это делается это как раз чуть дальше будет разговор для начала мы ну давайте это мы уберем или даже нет мы просто просто оторвем от бэкбона и положим в сторону давайте сначала сделаем еще один мост еще один мост вот этот который будет сидеть на том же самом бэкбоне то есть на том же самом сетевом интерфейсе вот и тоже являться исключительно мостом то есть ни в коем случае не будет ничего маршрутизировать не будет иметь никаких IP адресов ничего в этот мост будет вотнута внутренняя сеть которая будет называться изолейтед которая будет называться дип вот она давайте мы скопируем прямо вот это все вот и мы сделаем из него такой же перекладывающих пакетов какой перекладывающих пакетов был у моста под названием мост сэрвы то есть получится так как если бы вы нарушая все законы воткнули два свеча хаскадом два хаба вот у нас все еще один и тот же эзернет и вот до этой машины будет доходить прямо вот так что это значит это значит что мы клон за мостом останавливаем он нам больше не нужен вообще не пора никогда выключить запускаем машинку которая называется у нас просто за мостом и она как раз будет на сети дип а сначала нужно второй мост настой давайте вот мост в сторону клиентов то есть мы сейчас настраиваем вот эту вот машину вот эту мост вот там тоже все заранее настроено чтобы я не ошибся в случае чего в паста селекции но значит попробуем сделать это ручную вот точно так же как в случае нашего моста который в сторону серверов вот вот он зелененький такой мостик этот обычный такой мостик вот в нем три интерфейса вот и два бриджа но второй бридж пока не будем трогать давайте все все получим так в нем пока два интерфейса третий интерфейс мы трогаем пока нибудь настроим все то же самое руками что у нас есть у нас есть интерфейс backbone deep deep 2 машинка под названием вот это за мостом присоединяя к интерфейсу deep другим концом мост присоединен к интерфейсу backbone их надо забриджевать давайте сделаем так же значит айпи линк 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 ад назовем его тоже глю или там инер глю внутренний хотя нет пускай будет все равно глю 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 тайп бридж теперь а пи линк сет backbone мастер глю и подив дип а не все надо об сделать вот вся такая такая же картина как на том свече почему я это делаю чуть позже будет станет будет ясно а пока что ну вот пока что вот вот чё линк я сказал вот такая картина все то же самое да мы видим мы видим что у нас backbone и дип все в одном свечен глю лежат да и по картинке видно что у нас теперь наш ethernet сегмент разрос вот до таких размеров сюда 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 и сюда вот эта машина будет через два через три на самом деле то вот еще вот этот невидимый каскадом свеча вот от этой машины получать фреймы потому что все это единый ethernet сегмент давайте посмотрим так лет за мостом за мостом вы а это кто простой клиент простого клиента можно выключить она больше не нужна простого клиента можно выключить так давайте смотреть что у нас есть за мостом мост сторону так хорошо у меня ощущение что после того как я все это за переживала но и так сразу должно заработать до обратите внимание вот на что но во первых поскольку предыдущая машина была клоном за мостом то наша машина за мостом иметь такой же точно мак адрес и она получила тот же самый айпишник вот дхцп сервера но это ладно гораздо интереснее что сама сам процесс конфигурирования сети этих машин происходил происходил мы проходили два моста еще один сервер смотрите так теперь у нас мост сторону серверов так а тут у нас что тут у нас бридж а нас глю называется пускай в глю смотрим ему сторону клиентов тоже глюк вот их вот их три давайте мы сделаем тут вот во весь экранчик чтобы было видно вот их три вот пошло 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 а это время синхронизирует это кто-то синхронизирует время но хорошо синхронизирует на здоровье что я могу станет с тобой сделать вот и вот мы берем клиент за мостом где он тут вот он и запускаем в нем сейчас только вот так надо сделать запускаем в нем собственно перенастройку сети а хотя пинг давайте сделаем пинг жмяк все видят дачу происходит вот эта машина которая сервер работают маршрутизатором и фаерволом вот эти две машины работают бриджами то что мы видим айпи не должен не должно нас смущать это просто потому что тиспи дамп умеет дешифровывать пробегающий мимо фрейм и узнавать в них айпи на самом деле естественно никакого и пик пакета не формируется потому что у нас нету этот уровень не включен у нас даже адресов нет как видите на обоих мостах мы просто подглядываем фрейм и а внутри фрейма можно обнаружить айпи пакет собственно чего и происходит так остынь 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 все хорошо вот вот такая схема а значит эта схема достаточно проста и непонятно зачем я наградил вот такую фигу а слушайте нет прежде чем я расскажу про пойду дальше немножко разговоров вот о чем смотрите вот здесь вот у нас сетевой интерфейс называется гитарш 0 ну и лобэк конечно вот здесь вот у нас сетевой интерфейс называется этаж 0 и этаж 1 каким собственно чудом получилось так что на мостах у нас интерфейсы называются deep 2 бэкбон вот это все красиво ответ очень простой я это настроил чтобы не потеряться вообще нормальной практикой когда вы администрируете машину с большим количеством интерфейсов является переименовывать эти интерфейсы сообразно их применению да вот значит это настроил я и тут надо вспомнить одну такую странную штуку вот которая вот чем связано в этом вашем линуксе последние несколько лет там лет пять наверное есть такая беда под названием прыгающий сетевой интерфейс прыгающий сетевой интерфейс означает буквально следующее когда ваш компьютер включается первый распознанный сетевой интерфейс будет называться этаж ноль второй будет называться этаж один внимание вопрос а чё будет а если например вы взяли и воткнули ну не знаю там уэсбэн уэсбэ донгл который делает этот самый нет у короче уэсбэ донгл который вам делает еще один сетевой интерфейс в какой момент он распознается а вдруг он распознается первым и он будет едаш ноль а тот который едаш ноль было едаш один от которого едаш один будет едаш или вы откнули какое-то совсем внешнее устройство пока она дарилась за прерывание с вашим едаш ноль успел распознаться второй интерфейс и он назвался едаш ноль поэтому а в разных дистрибутивах используются различные способы переименования интерфейсов чтобы они назывались как надо вот в частности в дистрибутивах семейства alt есть специальный сервис который следит за тем какие новые интерфейсы с какими новыми мак адресами появились в системе и создает специальное правило для системного демона который как раз занимается определением аппаратура он называется удив и вот заодно со словами ну ты его переименуй это где-то вот так вот выглядит сейчас вот оно это будет примерно так да за счет если мы видим интерфейс вот таким мак адресом он будет называться backbone с вот таким будет называться изолейтинг вот таким он называется изолейтинг 2 на примере на примере значит это вот так я переименовал в машинах бриджах а здесь я думаю это будет выглядят вот так видите называется гитар что ли а здесь называется гитар шадзин вот и все так что ничего удивительного что на бриджах интерфейс называется не гитар я их сам переименовал только что возвращаясь к нашей картинки удачник большой картинке сейчас мы будем решать следующую проблему у нас есть еще один сервер вот он который подключен к совершенно иной локальной сети чем наш короче к другой локальной сети которая называется изолейтинг 2 вон значит чем это чем это нам грозит это нам грозит ситуацией что это интернет это нам грозит ситуацией что когда мы попытаемся этот сервер да за счет ну пожалуй ну подключен и подключен вопрос к том как нам взять клиента предположим вот у нас здесь большой толстый красивый кабель между зданиями так нарисуем здесь какую-нибудь большую толстую кирпичную стену кирпичная стена у нас есть нарисуем просто линию только вот даже давайте и сделаем еще и штрих пунктир или пунктир вот вот значит смотрите предположим вот этот бэкбон это такой красивый толстый провод который ведет один один провод ведет между зданиями и в одном здании у нас стоят клиенты а в другом здании у нас стоят сервера и нам бы очень хотелось чтобы вот этот компьютер который я только что нарисовал новый вот этот был бы подключен к был бы подключен к серверу мышцевой экран 2 вот по своему по своему по своим папа своей сетке который называется и залезет 2 вот по этой новой сетке залезет 2 здесь красненькая здесь красненькая а здесь мы должны сделать как-то так давайте прям скопируем вот эту дугу она у нас тут есть да мы должны сделать как-то так чтобы наш 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 бэкбон вот чтобы наш бэкбон внезапно мог проводить и красненькие пакеты и синенькие пакеты и при этом машины находящиеся в синенькой сети которые залезет и дип не видели вообще пакетов находящихся в красненькой сети которая бэкбон дип и здесь называется тип 2 если не же мы не изменяет память по моему называется тип 2 давайте посмотрим да дип 2 а это не нужно внимание вопрос как сделать так чтобы они друг друга не заметили вот здесь они смешиваются вот кстати пока там народ слушает ваше предложение хотя бы вспомните какой-нибудь термин на этот счет никто не хочет включить микрофончик и сказать одно слово да как сделать так что громче vpn это слишком общее понятие громче да совершенно справедливо вот я сейчас буду именно в лана делать спасибо хорошо что вы меня слушаете а то мне кажется я всех уже убаюку отлично напрашивается идея использовать в лан со словом в лан существует одна трабла проблема которую я хочу сейчас ответить у слова в лан есть два абсолютно неравных друг другу термина они я даже сказал друг другу перпендикулярны один из них инженерный а другой ну грубо говоря научно-сетевой с точки зрения инженера в лан это пространство пространство передающие фреймы уровня 2 то бишь пакет уровня 2 через некоторой среду передачи данных по которой в это же самое время могут передаваться другие пакеты уровня 2 другие фреймы принадлежащие другим пространством и они не смешиваются собственно вот эта красная и синенькая полоска это есть два влана с точки зрения инженерной когда вы берете какую-то железяку про которую написано что она поддерживает вланы там прям будут такие кнопочки создать влан создать еще один влан вот при этом некоторые из них будут называться тегированными вланами а некоторые не тегированными что это такое фиг его знает но я сейчас про это расскажу я про это расскажу потому что с точки зрения скажем так научно-сетевой никаких не тегированных вланов нет собственно что является вланом это специального вида фреймы передаваемый по нашему по нашей среде передачи данных к которым приписан кажется актета может быть больше не помню давайте посмотрим давайте посмотрим в каком-нибудь в этих ваших интернетиках я соврал значит размер тега 4 байта то есть не один актет к нему приписываться а 4 актета идентификатор тега по моему вот тут вот написано что 16 битов и еще какие-то дополнительные поля то есть мы берем наш фрейм вот он и приписываем к нему шмяк 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 где нет это интерфрейм сейчас а где же он а вот он вот он и приписываем к нему вот эти вот это сверху обычный фрейм снизу этот самый тегированный и приписываем внутрь этого тегерного фрейма 4 актета в которых будет идентификатор фактически цвет нашего нашего эзернета то есть когда когда вот этот тег внутри фрейма есть это вла когда его нету это обычный эзернет фрейм понятное дело что при этом термин влан достаточно бессмыслен надо говорить про 800 221 800 что там 2 11 куда где 802 1 куда ну в общем вот что мы сделаем сейчас на наших двух мостах мы оставим вот этот вот синенький поток фреймов как есть а вот красненький поток фреймов засунем в тегированный влан собственно сделаем из него вла так для этого мы запускаем второй сервер сервер 2 вот он у которого давайте мы картинку он будет вот тут вызова этот 2 какая-то красивше он будет вот тут вызова этот 2 да вот у него сеть над внешне изолита 2 и этот интерфейс изолита 2 мы должны принять в нашем при дже сейчас мы залогинимся а вот в нашем при дже который в сторону серверов он пока у нас не задействован вот мы сейчас его задействуем вот он вот тут вот тут в как раз в эту самую изолита 2 сетку что мы сейчас сделаем для того чтобы фреймы которые при передаче через бакбон не смешивались мы сейчас раскрасим все все фреймы которые приезжают из сети изолита 2 в какой-нибудь цвет как мы это сделаем мы возьмем наш мост в сторону серверов создадим еще один бридж назовем его там глю 7 например 7 а теперь сделаем следующую штуку когда-то лет 20 назад далеко не все сетевые карточки это умели умели парсить вот тот самый те самые дополнительные 4 актета внутри резернет фрейма сейчас они умеют это все то есть с точки зрения операционной системы мы всего лишь должны попросить свою карточку давайте такая карточка увидишь в лан номер 7 выковырь его пожалуйста и выдавай в другой интерфейс как это делается сейчас это я что-то переименовывал хорошо бог с ним ip-link add id нету айди сейчас а это я на бридже делаю на срв бридже делаю хорошо давайте почитаем ман так в лан снова в лан есть мак в лан просто в лан вот-вот-вот 821 вот именно это мне и нужно в лан тайп вот по-моему я все так сказал а я мастер не вот это 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 вместо мастер вот здесь линк девайс бог вон нейм в лан 7 тайп лан id 7 ну чё тадам об обратите внимание как он называет с точки зрения операционной системы называется в лан ад бэкбоун а что это значит это значит что из интерфейса бэкбон мы будем выковыривать фреймы помеченные седьмым номером вот вот не вижу кто тут пишет почему ну ладно значит интерфейс помеченный седьмым номером я не понимаю почему у меня нету в информации про интерфейс в лан что он седьмой непонятно ну ладно где-то в документации есть поверьте мне на основу хотя давайте посмотрим документацию время есть ладно слушайте не буду не буду вам мозги мозги полоскать а вот шоу он в лайн девайсис а пилинк шоу тайп лан давайте попробуем я не вижу где здесь семь ну фиг бы с ним ладно факт остается фактом у него айди семь и что мы сейчас сделаем мы забриджим вот этот интерфейс который выковыривает из нашего бэкбона фреймы с седьмым в лан айди забриджим его с сеткой изолитин 2 ща мастер по сет бэкбон не бэкбон не бэкбон а этот самый в лан 7 мастер галюсим мы его назвали да и соответственно изолитин 2 изолитин 2 вот что при этом получилось при этом получилась картина при которой у нас два бридж интерфейса глю глю где он глю и глю 7 в первом интерфейсе сам бэкбон и глюсе и к нему прикреплен изолитин во втором интерфейсе который глю 7 изолитин 2 и к нему прикреплен в лан на бэкбоне который который значит содержит только фреймы вернее так содержит раздетые лишенные лишенные вот этого самого дополнительных четырех октетов фреймы типа в лан си собственно мы сделали сейчас левую сторону вот этой картинки вот такая же совершенно катавасия делается на правой стороне давайте чтобы экономить время я не буду делать это руками а перезапущу ну то есть вы видите что оно работает и как оно выглядит перезапущу сеть на обоих бриджах чтобы мы видели как это настроено покажу как это настроено но это вот та же самая картина получится верьте мне пожалуйста чтобы просто мне еще раз все эти команды не делать на втором бридже шляп вот ой только глю наши остались давайте мы их удалим потому что они у меня называются бридж значит итак у нас есть бэкбон у нас есть изолейте 2 изолейте у нас есть бридж у нас есть в лан вынутый из бэкбона и у нас есть бридж в 7 предположительно в бриджи в 7 будут входить вот этот интерфейс и вот этот интерфейс а в бридж будут выходить вот этот интерфейс プробуем ну вот так оно и есть бэкбон входит в бридж изолейт входит в бридж изолейт 2 входит в bridge в 7 в бокбон в ланен выводите такая же фигня с с hack на мосту в сторону клиентов давайте мы там это глю удалим скажем ли старт от та же самая фигня backbone deep 2 deep bridge в лан на бэкбоне и бридж который забриджован с ним вот смотрим на нашу картинку что мы при этом видим красная сеточка изолейта 2 здесь она помечается 7 давайте мы напишем напишем что это в лан 7 помечается седьмым идентификатором в лана здесь она раздевается от него и забриджован к ней этот самый deep 2 так ну чё пробуем deep 2 это за мостом 2 называется машина вот обратите внимание что у нее сетка deep 2 вот она сейчас она должна получить параметры от вот этого зеленого сервера давайте мы прям если успеем запустим на нем теперь дамп вот сейчас она будет настраивать себе сеть а вот она пошла настраивать себе сеть пожалуйста все работает давайте попробуем попользоваться есть и сейчас мы сделаем как раз перерыв потому что у нас вот эта часть лекции как раз заканчивать так вот обратите внимание 10 0 40 60 получено от нашего сервера потому что у него другой а пи пространство ip адресов вот ничего кроме нашего 10 0 40 10 40 60 11 мы не видим на сервере сервер 2 соответственно ничего кроме двух клиентов трех клиентов мы не видим на сервере сервер 1 причем один из этих клиентов не существующий он скоро сдохнет когда у него таблица опять арп таблица устареет вот но тем не менее какая-то какое-то количество клиентов одного сервера какого-то у другого никакого просачивания красный сетка в синюю синие в красный не происходит за счет того что у нас есть два бриджа давайте еще раз посмотрим на картину вот каждый из которых для передачи красненьких пакетов используется в lan 7 вот здесь вот на бакбоне и и соответственно он забриджен с тип 2 и залетит 2 а основная часть с забриджен с изолеет один бакбон и дип прежде чем мы разойдемся на перерыв скажу сразу это неправильное решение это неправильное решение потому что я сильно подозреваю что в синенькую сетку просачиваются фреймы она вся работает бакбоном туда просачиваются фреймы из с идентификатором в lan 7 это надо посмотреть но есть у меня такой грязненькая подозрительница по-хорошему все вланы которые вы используете должны быть тегированные то что есть железяки в которых вы можете каким-то волшебным образом настроить не тегированные вланы несколько штук в одном и том же месте это свойство исключительно железяк это не свойство интернет протокол ну вот давайте вот что если есть какие-то вопросы позадавайте их и потом устроим перерыв так вопрос я не слышу